Продается в красном и белом вот такое вино. Я думаю, вы все его видели, потому что этикетка глаз приковывает. Этикетка симпатичная, как и название. Как тут байка о двух горах. Ну, типа того. Итак, что же это у нас такое? Это армянское вино, которое сделано из сортов винограда. Орени и Мальбек. Про выдержку ничего не написано. А вот про год урожая, точнее про дату розлива, написано очень интересно. Вот если мы смотрим так, тут на контр-этикетке. Ну, это не контр-этикетка, она единая. Короче, вот тут написано. Дата розлива 26.05.21. А снизу приклеена другая дата розлива. И написано, информацию на стикере считать приоритетной. Тут же написано 26.05.22. То есть ровно год разница. Интересно, урожай тоже другой на самом деле? Да, урожай написано 20-го года. 20-го? Или 21-го? Странно. Это странно. Про выдержку ничего не написано. Говорят, в неких бутиках его можно найти тысячи за полторы, а то и за две. А в красном и белом всего 450 рублей. Ну, блин, конечно, надо пробовать. Конечно, надо пробовать. Суровая термоусадка. Ну, нет, ты победишь. Я в тебя верю. Я только хотел сдаться, и тут ты такое сказала. Слушай, я нет, я не побежду. Я нифига не побежду. Это качественная армянская термоусадка. В фигурке ты ее победишь. Пробка не брендированная, длина нормальная. Пробка из крошки. Окрашена очень солидно. Аромат приятный. Аромат булочковый. Пробка пахнет, как свежеиспеченный пирожок с черной смородиной. Так, зайди сюда. Цвет фиолетовый. Вино прям такое рубиновое. Что у нас с прозрачностью? Довольно прозрачное, да. Аромат. Пирожки продолжаются. То есть ваниль, сдоба, потом есть какой-то аромат чего-то печеного. Картошечка на костре какая-то. Картошечка на костре сгодится. Может болгарский перец тоже, гриль. Ну и конечно ягоды. Тут к черной смородине добавляется вишня. Давайте колыхнем. Мне этот пирожок как-то намекает на выдержку все-таки. А так появляются животные тона. Как бы это назвать? На что это похоже? Это похоже на болото, да. Такая, знаете, болотная отрыжка. Ну а что, весьма интересно. Весьма интересно. И есть подозрение на выдержку. Откуда все эти пирожки? Ну а общее впечатление от винишка. Кажется, что приходишь такой на болото, а оно все усыпано ягодками. Пирожками. Пирожки у тебя с собой в корзиночке. Ну может чипсы какие, да. Но вот дуб тут точно был. Угу. В общем запах прикольный. Давайте пробовать. Яркое, ягодное. Вишневое. С хорошей кислотностью. С хорошими, мощными, я бы сказал, танинами. Вино очень ягодное. Тут и черноплодка, тут и черемуха. Вот именно черемуховая какая-то такая горчинка, терпкость. Есть немного подгоревшего варенья. Прям ягодное-ягодное. Болгарский перец на гриле чуть-чуть тоже есть. А он не ягода? По-моему нет. Блин. Хотел сказать ягодная бомба. А тут перец. Ну ягодная бомба с ее. Перец он так, чтобы оттенить. Итак, вино очень яркое, очень кислотное, с хорошей, бодрой терпкостью, с большим количеством ягод. Вкусы яркие, при этом оно не густое, оно довольно жидкое, но яркое. Интересное сочетание. То есть оно легкое, но яркое при этом. И после вкуса опять ягодное. То есть, ну действительно, ягодная бомба какая-то. 450 запросто. Белый ценник 550, кажется. Тоже хорошо. 550 мне уже жалко, нет. Не, ну нормальная цена. 450 супер, согласен. Последний бокал. В вине появился дымок и что-то мясное. То есть, что-то напоминающее копченую колбасу. Это помимо всех этих ягод, вот того самого болотца и прочего-прочего. Что только украсило напиток. Вкусно, вкусно. Хорошая штука.